Всем привет, друзья! С вами Солото, на канале БСГеймПро. И в первую очередь хочу сказать, что мы никуда не пропали. Мы, наоборот, притворяем в жизнь очень много проектов и всяких идей, которые появились благодаря вам, благодаря вашим комментариям, вашему мнению. И в первую очередь мы обзялись в своей собственной студии. Она пока находится на стадии ремонта, но вы уже можете наблюдать крутой логотип за моей спиной. А также можете посмотреть наши фоточки в Инстаграме. Да, кстати, между прочим, у нас появился собственный Инстаграм, группа ВКонтакте и канал в Телеграме. Обязательно подписывайтесь, там выходят свежие интересные новости из мира майнинга и не только. Ну и самое главное, друзья, практически готов наш собственный сайт, на котором вы сможете оставить не только любой интересующий вас вопрос, но и оставить заявочку на приобретение фермы. Также вы на нем найдете кучу полезной и интересной информации о том, что такое технология блокчейн, что такое ПОУ или ПОС, что такое ICO и IPO, в чем разница между ними и не только. Посмотреть историю всех существующих криптовалют, а также узнать, какие существуют монетки и выбрать для себя ту, которую вы хотите майнить, приобрести и не только. Сайт все еще находится на стадии разработки, но он уже доступен для вас. Вы можете перейти по ссылочке, которая будет в описании под этим видео, и посмотреть всю доступную на нем информацию. Он будет постоянно дополняться. Также оставляйте комментарии о том, что вы хотели бы видеть на нашем сайте, что было бы вам интересно. Нам это поможет для наполнения данного ресурса, и чтобы нагрузить его максимально полезной информацией. А под этим видео будут все ссылки на наши ресурсы, на наш Инстач, группу ВК и канал в Телеграме. Ну вот теперь давайте поговорим о том, о чем я хотел вам рассказать. Но не забудьте досмотреть этот ролик до конца. В конце будет очень интересная информация для вас или для меня. Я не знаю, захотите вы в ней поучаствовать или нет. Это будет ваше решение. Но обязательно досмотрите, будет классно. Поехали! Итак, основное, о чем хотелось поговорить в этом ролике, то, что сейчас происходит в мире майнинга, происходит на рынке криптовалют. Сейчас происходит конкретная просадка всей крипты. Биткоин упал до 6 тысяч долларов в один момент. Сейчас, между прочим, он уже 10 тысяч долларов. Для всех тех, кто переживает за то, что майнинг умер, за то, что все это рухнуло, я вам скажу так, не очкуйте. Почему? Потому что если мы с вами окунемся обратно в историю, взгляните и обратитесь обратно в апрель месяц, когда биткоин был еще 700 долларов. Если вы считаете, что в феврале, когда он стоит 10 тысяч долларов, он упал и майнинг умер, ну я не знаю, что вам на это сказать. Товарищи, которые занимаются этим профессионально, работают с этим, все прекрасно понимают о том, что сейчас происходит стабилизация курса. Это будет буквально месяц-два, потом опять вся крипта начнет расти. По поводу того же самого биткоина в этом году, я так предполагаю, и не только я так предполагаю, что он пробьет все-таки в вершину 50 тысяч долларов. По поводу доходности ферма. Вот, например, возьмем опять же основную монетку, которая майнит на фермах из видеокарт, которые мы, собственно говоря, и предлагаем вам к приобретению, которые мы собираем. И мы знаем, доходность сейчас все равно выше, чем была даже в ноябре месяце. Доходность в ноябре месяце была 300 долларов. Например, я говорю про ферму, которую тогда я продавал в своем видео за 165 тысяч рублей. Сейчас данная ферма стоит уже около 300 тысяч рублей, но доходность данной фермы 600-800 долларов в месяц. По сути, мы видим что? Что цены выросли в два раза, но окупаемость осталась ровно той же, которая и была в ноябре месяце, которая была в июле месяце, в июне месяце. Без разницы. Если вы считаете, что сейчас все слишком дорого, и что лучше я подожду до марта, апреля, там, мая, когда цены опять упадут, когда кончится китайский Новый год, когда появится обширное количество комплектующих, ну, здесь дело такое, никто этого не знает. Китайцы уже умные, и они уже понимают, что после вот этой второй волны сообщество майнеров выросло многократно. И в связи с этим они уже заочно на стадии завода поднимают цены на все комплектующие, все видеокарты. Есть конкретный пример, вот с чем столкнулись мы. При сборке фермы мы используем некие рейзеры. Рейзер — это переходник от материнской платы к видеокарте, который, собственно говоря, позволяет ее устанавливать выше материнской платы и подключать 8 и более видеокарт к одной материнке. В один прекрасный момент в Китае закончились просто комплектующие, из которых делаются данные рейзеры. И потом они появились уже по более высокой цене. Это нормально. Растет спрос, растет цена на криптовалюту, растет, собственно, стоимость криптовалюты, и за счет этого растут все комплектующие, которые сделаны для того, чтобы ее добывать. Собственно говоря, что просто хочу всем этим сказать, что не переживайте. Те, кто с этим уже работают, они не переживают и знают, что будет дальше. А те, кто хочет этим заняться, я скажу вам так, не переживайте, все будет нормально. Сама технология, сама технология вот этого майнинга, блокчейна, технология как таковая, она вообще не умрет уже в этом мире. Это невозможно, потому что это набрало такие обороты. Вот мне многие пишут комментарии, что это МММ. Если мы вспомним МММ, то МММ работало всего где-то около полугода. И это был такой некий пузырь, который был рассчитан исключительно на российских граждан, на тот момент, когда он был создан. Который в итоге просто надулся и помер. Ну, потому что посадили ему вроде. Если бы его не посадили, вполне возможно, эта тема набрала бы мировые масштабы. Но этого никто уже не знает. Это не пирамида. Это технология, технология блокчейна. Которая, кстати, очень может быть полезна в нашем с вами мире. Вот есть самый банальный и простой пример. Представьте себе такую картину. Вы приобретаете себе загородный дом. Оформляете на него все документы, и он вроде бы ваш. И он числится в реестре за вами, и у вас все на него документы. Ну, может произойти такой момент. Ну, просто давайте представим. Появляется и какой-то товарищ, который очень сильно захотел вот данный кусок земли и именно этот дом. У него есть много денег. Он подкупил кого надо. В реестре затерли о нем информацию. И вы никогда этим домом не владели. Просто подменили данные. И все, пожалуйста. Он владелец вашей земли и вашего дома. Вы не имеете на него прав. Ну, никак. Можно судиться и доказывать. Но здесь уже выиграет тот, у кого просто больше денег. Что позволяет технологии блокчейна? Если вот эти все сделки будут проводиться через эту технологию, то это информация, которая распределена по всем пользователям, которые в ней подвязаны. Вот, например, майнинг. Да, я майню, мой сосед майнит. В Китае 100 тысяч человек майнит. И не только. Ну, вот между каждым майнером он является владельцем технологии. Отчасти. Он является ее частью. Поэтому все, что было в ней записано, остается в ней навсегда. Изменению это не подлежит. И вот если такая сделка будет совершена через технологию блокчейна, а не останется запись навсегда. Влезть в нее никак нельзя. Влезть в нее можно только таким образом, если просто взломать все компы всего содружества, всего сообщества майнеров, которые сидят на этой технологии. И только тогда можно какую-то информацию будет изменить. Но это практически невозможно. Что нам даст эта технология с вами? В первую очередь, она сделает общество более честным. Избавит от кучи всевозможных махинаций. Потому что все будет записано в тот самый реестр, который не подлежит никакому изменению и восстановлению, или передаче изменения информации. И очень многие платежные системы, в том числе платежные системы Visa, страховые компании, и даже такой гигант, как Microsoft, сейчас пытаются перейти на технологию блокчейна или внедрить ее в свои собственные продукты. И это говорит уже о многом. Сама технология набрала мировые обороты. Просто мировые. Масштаб, от которого еще мир не знал. Поэтому умереть это может. Только я так считаю, в случае, если просто отрубит интернет во всем мире, а вы понимаете, что это тоже невозможно. Так что вот так вот, друзья. Гоняться за дешевыми видеокартами с Китая, ввести их, нунеймовские какие-то карты, которые умрут через месяц, через два, непонятно, что будет с ними и как. Ну, вы, конечно, это можете делать, но на свой страх и риск я этим не занимаюсь. Мы предлагаем только нормальный продукт, который мы лично проверяем, на который у нас самих есть гарантия, которые мы можем предоставить вам. О том, что приобретать в нынешней ситуации, когда полнейший дефицит, все стоит очень дорого, я расскажу в следующем ролике. И самое важное, друзья, сейчас, не то, какую видеокарту вы приобретаете для майнинга, именно в плане того, что мощности или цены ее. Нет. Самое важное, это стоимость одного мегахэша мощности за рубль. Вот это очень важно. И об этом я расскажу, опять же, в следующем ролике. Поэтому не забывайте кликнуть на колокольчик, чтобы не пропустить его. А теперь, друзья, давайте поговорим о главном. Я со своей командой, мы придумали одну очень интересную идею, которую мы хотим выплатить в жизнь. Мы хотим создать некое мобильное приложение, которое сможет объединить в себе все. И новости о майнинге из мира майнинга. Самые последние, самые точные и самые интересные. И форум самый надежный, в котором только проверенные пользователи смогут оставлять свои собственные достижения и делиться своим собственным опытом. Так же, как сможете делать и вы. А также оно будет совмещать в себе еще торговую площадку, на котором именно наши самые проверенные пользователи смогут выкладывать свои товары, продавать их, обмениваться ими и не только. Но для того, чтобы это приложение получилось именно таким, каким видим его мы, и для того, чтобы оно было действительно интересным вам, нам требуется ваша помощь. Но если вы хотите нам помочь, вы можете скидывать ваши донаты на реквизиты, которые указаны под этим видео. А мы в свою очередь сделаем все возможное для того, чтобы это приложение действительно оказалось идеальным, сочетало в себе все то, что мы хотим в него заложить. И для того, чтобы вам было удобно и интересно в нем находиться, получать какую-то действительно полезную и важную информацию и приобретать товары только у проверенных пользователей по самым доступным ценам. Ну а тех, кто нам поможет, мы никогда не забудем. И наше приложение будет платным, соответственно, для тех, кто скинет свои донаты, будет бесплатный к нему доступ и практически бесплатный доступ во все разделы, которые будут непосредственно в этом приложении дополнительными услугами. И не только. Ну, собственно, и все, о чем я хотел поговорить в данном видео, друзья. Если оно оказалось полезным или интересным, информативным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и не забудьте оставить ваши комментарии под этим видео о том, что хотели бы видеть на нашем канале, о чем вам интересно узнать. В ближайшее время я проанализирую все ваши комментарии, сделаю ролик с ответами на вопросы, которые вас больше всего интересуют. И мы будем постоянно работать над улучшением нашего контента, на информацию, которую мы вам даем, и для того, чтобы она была действительно правдивой, честной и для вас полезной. Не забудьте также кликнуть на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А с вами был Соло. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok